Здравствуйте! В эфире Парламентский Вестник, программа о деятельности Волгоградской областной думы. Как всегда в нашем выпуске обзор событий за минувшую неделю, комментарии и актуальное интервью депутатов. Депутат Краевой Думы Не вижу опасности голосовать за человека из Ставропольского края, края Хлебного, далеко шагнувшего в аграрном секторе, в отличие от нашего региона. Есть надежда, что работа в парламенте Ставропольского края, повторяю, в крае Хлебного, позволит продуктивно сказаться на развитии аграрного сектора Волгоградской области. Сам кандидат на постпремьера считает, что у нашей области большой потенциал, но для его раскрытия нужно решить несколько первостепенных задач. А именно наладить партнерские отношения правительства и бизнеса, оказать необходимую господдержку предприятиям, основным налогоплательщикам, создать экономические стимулы для развития территории муниципалитетов, разработать законодательную базу для образования индустриальных и сельскохозяйственных парков в области. Все зависит только от нас с вами. От нашего стремления слаженно работать на результат. В конечном итоге есть общая задача сделать Волгоградскую область одним из лучших в России. И главное, комфортной для жизни людей. Со своей стороны я готов приложить к этому все свои силы, знания и опыт. Полное понимание проблем региона, обозначенные приоритеты в работе на посту премьера, позволили Константину Храмову получить на заседание Думы поддержку большинства парламентариев. За проголосовало 32 депутата. И кадровая политика, и самые важные целевые программы, все векторы развития по сельскому хозяйству, по промышленной политике, по оптимизации налоговой базы, по строгому спросу с каждого главы, с каждого администратора бюджетных средств за результат. Вот в этом мы с ним совпадаем, наше мнение совпадает. И мы вместе будем проводить работу по планированию бюджетного секвестра, дополнительных доходов и федеральных программ. Правительство Волгоградской области пока сформировано более чем наполовину. Ожидается, что на этой неделе после очередных назначений Кабинет министров будет работать уже в полном составе. Областные же депутаты коммунисты на заседание Думы отказались поддерживать кандидатуру Константина Храмова на пост председателя правительства региона. О том, каковы мотивы такого решения, мы попросили рассказать лидера фракции КПРФ Николая Паршина. Почему они проголосовали? Ну, во-первых, у КПП позиция не поддерживать представителей партии большинства Единой России. И в этом отношении, конечно же, мы считаем не только в этом причина, а причина в том, что Сергей Анатольевич Баженов озвучивал, что должен быть упор сделан на местные кадры. И мы рассчитывали, что премьер-министр, председатель правительства Волгоградской области будет представлять Волгоградский регион. Конечно, мы не придерживаемся какого-то местничества. Есть, конечно, кадры и во всей России. Но, во всяком случае, это, на наш взгляд, должность политическая. Она, по большому счету, должна консолидировать всех жителей Волгоградской области. И люди сейчас говорят о том, что они хотели бы видеть в этой должности человека, который живет, родился, учился. Где родился, там пригодился, так скажем, житель Волгоградской области. Однако депутаты-коммунисты положительно отнеслись к большинству предложенных председателям правительства мер по социально-экономическому развитию области. И, по словам Николая Паршина, если бы на общение с кандидатом на пост премьера было отведено больше времени, то, возможно, фракция КПРФ на заседании Думы голосовала по-другому. В числе наиболее важных вопросов, включенных в повестку дня прошедшего заседания Думы, стало также обсуждение состояния автомобильных дорог на территории Волгоградской области. Большинство дорог областного центра сегодня находятся в непригодном состоянии. Справедливые нарекания горожан вызывают многочисленные дефекты в виде ям и трещин, которые, как считают специалисты, являются следствием несоблюдения сроков ремонтных работ. Через 8 лет мы должны делать ремонт, через 12 капремонт, через 18 – реконструкцию. Сколько раз мы реконструкцию делали в городе Волгоград? До двух участков. Это СХИ и второй участок – это университет. Все, мы больше ни разу нигде не делали. Что мы хотим ждать от дороги? Руководство города посетовало, что на содержание дорожного хозяйства в последние годы выделялось порядка 20% от суммы, необходимой для полноценного ремонта. Впрочем, ситуация с недофинансированием отрасли наблюдалась и по всей области. В итоге при нормативной потребности ремонтировать по 700 км в год приводилось в порядок в десятки раз меньше. К тому же, как заметили депутаты, почти треть сельских населенных пунктов сегодня не имеет дорог. Вот как депутат очень хочу, чтобы были приоритеты и в бюджете 2012 года, насколько возможно, Константин Константинович, 2013 года выделять деньги с учетом того, что есть еще и село. У нас до сих пор есть поселки, где вообще нет дорог с твердым покрытием. По мнению депутата Ангара Полицемака, деньги, которые выделяются на ремонт дорог, не всегда расходуются эффективно. Виной тому низкий уровень контроля со стороны органов исполнительной власти за качеством работ. Отсюда большой процент участков, не отвечающих нормативным требованиям. Если брать Кировский, Краснодарский район, то практически не работают ливневые канализации. Поэтому сегодня мы говорим о том, значит, вода стоит, потом мороз, потом тепло, и, соответственно, происходит разрыв, соответственно, дорог. Поэтому для того, чтобы качественно строить, надо сделать четкий слив. Ряд депутатов обратили внимание на необходимость введения весового контроля при въезде в Волгоград. Ведь в первую очередь большегрузный транзитный транспорт разбивает дороги, проезжая через город. Нагрузка транспортная по городу Волгограда, по второй продоле. А что сделано? Почему в Чапурниках не стоят специальные весы? Почему вы эту ситуацию не контролируете? Почему грузовой транспорт проходит через наш город? Как считает парламентарий, необходимо разработать областную программу по строительству и реконструкции дорожной сети, а также сформировать законодательную базу, направленную на качественное выполнение ремонтных работ. Поэтому давайте с вами примем наше участие в создании законодательной базы для удобной, комфортной, качественной работы наших дорожных служб. Конечно, за один год не сделаем, но в течение 5-10 лет мы можем ситуацию улучшить. Народные избранники рекомендовали областным властям разработать концепцию развития дорожной сети региона на период до 2020 года. Кроме того, депутаты планируют создать рабочие группы по контролю за эффективностью расходования бюджетных средств, направленных на ремонт и строительство дорог. На улучшение ситуации с дорогами направлены и поправки в областной закон о дорожном фонде. В минувшую среду они были рассмотрены на заседании Думского комитета по бюджету. Суть изменений – увеличение размера субсидий муниципальным образованием на ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов. Вместо 10 предлагается в этом году выделять 25% от общего объема средств дорожного фонда. В действующем на сегодняшний день нашем законе написана норма – не более 10% может выделяться на субвенции всем муниципальным образованиям. Не более 10%. Мы сейчас эту норму изменили, в 2,5 раза увеличили и уже не… Вот у нас 6,5 миллиардов дорожный фонд на текущий год. Значит, 650 миллионов рублей мы можем на все муниципальные образования, включая Волгоград, направить. Это, ну, по мнению всех абсолютно участников процесса, этого очень мало. Это не позволит восстановить дороги в муниципальных образованиях, в том же Волгограде, Волгском, Михайловке, Камышине. Поэтому мы сейчас эту норму увеличили в 2,5 раза и после этого, сейчас поправками в закон о бюджете и по дорожному фонду мы эту цифру резко увеличим. Я думаю, что муниципалитеты должны получать большую сумму и дороги должны быть лучше. В каком состоянии они сейчас, вы все видите. На профильном комитете депутаты единогласно поддержали изменения в законодорожном фонде области. А затем на прошедшем в четверг заседании Думы эти поправки были приняты в окончательном чтении. Жители нескольких районов Волгограда неожиданно стали должниками по оплате за коммунальные услуги. Хотя за указанные периоды у большинства людей на руках имеются уже погашенные платежки. Многочисленные жалобы граждан стали основанием для рассмотрения этой ситуации на совместном заседании двух профильных думских комитетов. Проблемы с коммунальными долгами – последствия двойных платежек, которые получали волгоградцы в ходе споров между разными управляющими компаниями. Те, что были признаны легитимными, теперь уже по своим счетам требуют от жителей оплатить полученные коммунальные услуги. При этом людям выставляют долги по 40-50 тысяч рублей. Ведь деньги, что горожане заплатили ранее, исчезли вместе с компаниями, чья деятельность была признана незаконной. По мнению же депутатов, хозяйствующие субъекты должны сами между собой разбираться, не трогая жильцов. Мое мнение такое. Житель заплатил, он подтвердил свои документы, что он заплатил. Вот эта управляющая компания, которая сегодня заключила договор с многоресурсными организациями, вот пускай судится той управляющей компанией, которые сегодня оказались мошенниками, а жителей оставит в покое. Есть закон о защите прав потребителей, который четко трактует, что с потребителями не имеют права брать оплату за одну и ту же услугу. Поэтому наша позиция жесткая и четкая, что орган местного управления и прокуратура города должна разобраться в данном вопросе именно в правовом поле и обязать управляющей компании за честь те платежи, которые жители докажут квитанцами, что они ее оплатили. Депутаты намерены обратиться к администрации города Волгограда с просьбой в кратчайший срок навести порядок с коммунальными платежками в сфере ЖКХ. Администрация города должна взять на себя ответственность и буквально в несколько дней порядок навести. Пути разные. Это и договоренность между управляющими компаниями, это посмотреть ресурсоснабжающие организации, где поставили услуги, где не в полной мере и так далее. Но это и по законодательству, по жилищному кодексу, это прерогатива администрации города Волгограда. И мы сейчас приняли решение, если они свои функции, обязанности не выполнят, то депутаты будут ставить этот вопрос на более высокий уровень. На заседании профильного думского комитета депутаты рассмотрели поправки, приводящие в соответствие с федеральными нормами областной закон о гарантиях юридической помощи. Изменения, уточняющие перечень категорий граждан и порядок, позволяющим бесплатно обращаться к юристам, депутаты поддержали. Но в ходе обсуждения обратили внимание на недостаточное финансирование закона. Мы заложили закон, разработали механизм, по которому малоимущий в случае нужды мог бы получать эту помощь. Заложили деньги. Было первоначально 3 миллиона, потом их сократили до 2, сейчас уже до смешной цифры 900 тысяч. А потом и депутаты согласились внести изменения в закон о гарантиях юридической помощи только с рекомендацией Думи. При рассмотрении поправок в бюджет увеличить финансовое наполнение данного документа. То, что есть потребность населения в ней, это не вызывает никаких сомнений. Каждый из депутатов, работая в общественных приемных, сталкивается с проблемами граждан, которые имеют, в общем-то, только юридическую основу. В общественную приемную Путина, если приходят 10-12 наших жителей на прием, то из них 50% это обязательно те, которые нуждаются в юридической помощи. Кстати, в ходе заседания Татьяне Цибизовой было предложено занять должность заместителя председателя комитета по организации государственной власти. К своим новым обязанностям она приступит уже с этой недели. На этом наша программа завершена. Мы благодарим всех за внимание. О новых событиях, связанных с деятельностью депутата Волгоградской областной думы, мы расскажем в следующем выпуске парламентского вестника. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова